Отставки чиновников из Министерства обороны, похоже, уже начинают входить в моду и становятся обыденностью. Внезапные перестановки в высших кругах и аресты коррумпированных государственных деятелей только приветствуются общественностью, но, похоже, уже стали привычным делом. Однако омрачняется событие тем, что были украдены весьма крупные суммы, да еще и в тех направлениях, которые на данный момент являются самыми необходимыми и значимыми. А тем временем, многие ниточки начинают вести к бывшему министру обороны Сергею Кужугиновичу Шойгу. И, похоже, не просто так, ведь уже несколько его подчиненных оказались под стражей, а другая часть успела ретироваться с тонущего корабля. И вот подоспела новая, свеженькая информация. Похоже, что тот самый основатель частной компании Вагнера Евгений Пригожин уже заранее предугадал некоторые сценарии развития событий нашей с вами реальности. Как сообщает один из новостных ресурсов. Помимо уже уволенных и арестованных чиновников из так называемого в народе бандитского синдиката, под угрозой отставки теперь находится еще сразу три замминистра обороны России. И на одного из них как раз таки указывал в свое время глава Вагнера. Об этом сегодня и поговорим. А именно о том, как рушится большая коррумпированная группировка, которая в ключевой для страны момент решила срубить бабла. Всем привет, с вами новостная вырезка. Спасибо, что остаетесь с нами. А прежде чем мы начнем, просим вас слепить лайк этому видео и подписаться на наш канал. Ведь тем самым вы помогаете в распространении этого материала и оказываете нам большую поддержку. Спасибо вам за это. А теперь усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Сразу три заместителя главы Министерства обороны, люди из команды Сергея Шойгу, находятся под угрозой отставки. Об этом пишет телеграм-канал Бриф со ссылкой на свои источники. Эти люди – Руслан Цаликов, Юрий Садовенко и Алексей Криворучко. Белоусов будет заводить в ведомство свою команду. Ряд представителей команды Шойгу должностей лишаться, говорится в их сообщении. Итак, кто же все-таки под угрозой? Руслан Цаликов сейчас является первым заместителем министра обороны России, который ответственен за вопросы судебно-правовой работы и финансового контроля. Сейчас он координирует вопросы информполитики и взаимодействия с другими силовиками. Юрий Садовенко занимается организацией повседневного планирования служебной деятельности главы оборонного ведомства и предоставляет ему на согласование планы проведения мероприятий с его участием, поступившие на рассмотрение министру служебные документы. Также он занимается организацией и подготовкой экспертных заключений и доведением поручения министра обороны страны, должностным лицам органов военного управления. Алексей Криворучко ответственен за организацию военно-технического обеспечения ВС России, руководит деятельностью органов военного управления, воинских частей и организаций по планированию развития вооружений, военной и спецтехники и контролирует выполнение государственного оборонзаказа. Интересно, что в 2019 году знаменитое издание Forbes включило Криворучко в топ-100 наиболее состоятельных государственных служащих. Его доход составил более 119 миллионов рублей. Еще год назад в интервью военному корреспонденту Семену Пегову, нынче покойный глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, сообщил о ситуации с поставками оружия о так называемом снарядном голоде. Цитата. «Кстати, если нужно уволить человека, чтобы окончательно обескровить армию, это Криворучка. Если его не уволят, то снаряды будут производиться», – рассказывал Пригожин. Военный специалист Царьграда Влад Шлепченко в свою очередь сказал, что было совершенно очевидно и неизбежно, что Белоусов будет заводить команду в Министерство обороны. Напомним, что саму кандидатуру Белоусова на место Шойгу предложил глава государства Владимир Путин. При этом Шлепченко отметил, что не стал бы кидаться в охоту за ведьмами, хотя дело Тимура Иванова показывает нам, что там вполне себе есть на кого поохотиться. Говоря о Криворучка, эксперт вспомнил как раз, что в момент острейшего конфликта с руководством Министерства обороны Пригожин позитивно отзывался об этой фигуре. Цитата. «Он говорил в беседе с Пеговым, что Криворучка, Мантуров, Носенков, если их убрать с их постов, то снарядов не будет не только у чувака Вагнер, но и у армии России», – рассказал Шлепченко. К слову, Руслан Цаликов не стал дожидаться и 13 мая самостоятельно ушел в отставку. Цаликов, замминистра обороны, уходит в отставку, проинформировал Марат Баширов, профессор, автор телеграм-канала Полиджойстик. Цаликов первым из всех замов оборонного ведомства страны подал заявление об отставке на имя исполняющего обязанности главы Министерства обороны Сергея Шойгу, так как Белоусов еще официально тогда не вступил в должность. Предложенный президентом России на пост кандидата Министерства обороны России Андрей Белоусов назвал непорядком, когда участников спецоперации, которые приезжают в отпуск, гоняют из гражданских медучреждений, направляют в госпитали, которые довольно часто переполнены. «Этот вопрос надо решать», – подчеркнул Белоусов. Он также отметил, что необходимо убрать излишнюю бюрократию, утверждая льготы. По мнению Белоусова, эти вопросы должны быть решены в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия. По его словам, для этого имеются все технические возможности. «Нам есть над чем работать. Это касается и избыточной бюрократии, бумажной волокиты, связанной с подтверждением льгот военнослужащих. По-хорошему, это все должно решаться в рамках системы электронного взаимодействия», – рассказал тогда еще кандидат на пост главы Министерства обороны. Белоусов отметил, что финансовое довольствие военных в России находится на весьма хорошем уровне, но имеется ряд вопросов, которые нужно прорабатывать. Например, это касается социального обеспечения участников специальной операции. «Действительно, у нас по денежному довольству военнослужащих, которые участвуют в специальной операции, вместе с возможными выплатами сегодня подняли планку минимум до 200 тысяч рублей», – рассказал Белоусов. Кандидат в министр при этом подчеркнул, что жизнь не сводится лишь к денежным выплатам. Ведомству нужно решить ряд вопросов, в частности, это касается обеспечения жильем участников спецоперации, выплат гражданским сотрудникам в воинских частях, а также медобслуживания. Но давайте вернемся к нашим генералам. Как известно, не так давно силовики прямо в собственной постели задержали начальника Главного управления кадров Министерства обороны, генерала-лейтенанта Юрия Кузнецова. Против него возбуждено уголовное дело. Кузнецову подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Как сообщает Следственный комитет, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Само по себе задержание столь высокого функционера Минобороны дома и в кровати крайне показательно. Конечно, для многих действующих функционеров ситуация сложилась довольно сложная. Одним из главных ударов стала смена руководства. Многолетний министр Сергей Шойгу перешел на пост секретаря Совбеза. После этого появились предположения, что вопросы у следователей могут возникнуть и к другим его бывшим заместителям. Похоже, понимая неизбежность общения с силовиками, большинство из них резко засобиралось с насиженных годами должностей. Как утверждают в сети, якобы уже известно о написании рапортов об отставке Русланом Цаликовым и даже Алексеем Криворучко, а на очереди, может быть, Юрий Садовенко. Кроме того, не так давно прошла информация. Якобы заявление об отставке написала и Татьяна Шевцова. Еще один зам, который ведает финансовыми делами оборонного министерства. Также их желание поскорее уволиться может быть связано не только с заменой министра обороны на Андрея Белоусова, но и с тем, что мог рассказать на допросах Тимур Иванов. Руслан Цаликов был допрошен по его делу еще 24 апреля. Сам он пришел на должность зама в 2012 году, а первым заместителем стал в 2015. При этом Цаликов занимался смежными с Ивановым вопросами. Соответственно, простор для злоупотребления был весьма широчайший. Именно господин Цаликов курировал деятельность АО «Гарнизон», бывшая скандальная ОАО «Оборонсервис». Если кто не помнит, то юрлицо «Оборонстрой» было ликвидировано путем реорганизации с чистым убытком в 3,3 миллиарда рублей. А появившийся на его месте ГУОФ сейчас также находится в процессе реорганизации. Его бывшим руководителем был Евгений Горбачев, под следствием по подозрению в хищении более 360 миллионов рублей на военном строительстве в Арктике. Сейчас самое время ликвидировать ГУОФ и замести следы, чтобы никто больше не пострадал. Именно Руслан Цаликов в следующем может быть вызван на беседу с правоохранителями. Но возвращаясь к задержанному накануне Юрию Кузнецову, работу последнего курировал не он, а другой заместитель министра обороны Алексей Криворучко, который якобы написал заявление об отставке. Из Криворучко может быть еще более интересная история, чем с Цаликовым. В свое время он трудился еще в Рособоронэкспорте, то есть мог быть связан с интересами нынешнего главы Ростеха Сергея Чемезова. Он же Криворучко работал в Автовазе, а затем и в Аэроэкспрессе, который в прошлом принадлежал семье нынешнего заместителя мэра Москвы Максима Лексутова. После работал гендиректором концерна Калашников, собрав в 2018 году, возможно с подачи того же Чемезова, 75% минус одну акцию концерна. В том же году он был назначен заместителем министра обороны. Но соль не в этом. Ведь, как утверждают в сети, якобы Криворучко владеет элитной недвижимостью на Рублевке, а в 2011 году будто бы открыл в Майами фирму под названием 5256 Fisher Island Drive. Якобы именно там в США проживают дети замминистра, которые могут иметь гражданство этой страны. Если это не скандал, то что тогда? Один из ведущих военных функционеров страны может купаться в роскоши и переселить детей в Штаты, одновременно находясь под санкциями и являясь носителем государственной тайны. Все это, мягко говоря, вызывает опасения за сохранность секретных сведений российского оборонного ведомства, не говоря уж про коррупцию. Радует только одно – процесс пошел. Очищение Минобороны началось, а значит есть надежда, что новый министр Андрей Белоусов сформирует вокруг себя куда более чистоплотную команду. А что об этом думаете вы? Обязательно пишите свое мнение в комментариях, оставляйте свои впечатления, не забывайте также ставить лайк видео и подписываться на наш канал. Всего хорошего!